МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Реальная кухня на РЕН-ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера на суд зрителей была предложена идея советской столовой. Я бы вообще предложил интересную советскую столовую, но в новой интерпретации. Говорят, давайте сделаем салон, давайте сделаем салон. Там оливье и прочее. Однако за суетой на кухне команда забыла предложить гостям горячее. Суп, который должен был стать фишкой этого ужина. Суп, пляш, пляш. Убери, убери. Да ладно, не будем. Мы забыли про этот суп. В меню мы не обнаружили супа. Ребята, я не наелась, я хочу суп. Серега с Артем, мы должны этот суп были презентовать. Забывчивость дорого обошлась команде. В итоге проект покинул Сергей Михайлов. Что готовится на реальной кухне сегодня, смотрите прямо сейчас. Два ужина, два дня потеряно зря. Почти зря, потому что опытно работали. Но толку пока нет, концепции нет. Открываться пока нещем. Посмотрим, что будет в третий день. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, новый день. Можно сказать, что два дня потеряно зря, но можно сказать, что не зря, потому что продвинулись в понимании того, что мы делаем. Поэтому третья пятерка, на которую осталась единственная надежда, остаются все остальные в зал ресторана. Удачи, удачи. Удачи, ребята. Силу и честь. Давай. Задание остается прежним, потому что предыдущие команды не выполнили задание. Завтра мы должны открыть ресторан. У нас до сих пор нет концепции, поэтому сейчас обсудить, что вы предлагаете для работы ресторана, какое меню. Чем быстрее вы обсудите и примете решение, кто поедет на рынок, тем быстрее у вас начнется работа на кухне. Это понятно? Да. Поэтому все делаем быстро. Начинайте обсуждать концепции. Насчет кухни. Делаем лучшее, что там ты умеешь, я умею и ты умеешь. Ты у нас кондитер, ты у нас холодный. Ребят, пожалуйста, проговаривайте. Ты как шеф, я тебя прошу, проговаривай все вслух, чтобы мы знали, что вы готовите. Олеся Ермакова отучилась на повара, но проработав недолгое время у плиты, поняла, что грех хранить такую красоту среди плошек и кастрюль и перешла работать в зал. Теперь общается с гостями как менеджер ресторана. Есть у тебя такое, в принципе, ощущение, что можно выиграть у этих людей? Да. От них больше чувствую страх, потому что есть люди, на которых хочется напасть, а это именно их чувство страха. Значит, они чувствуют у меня конкуренцию. Ну, у нас горячий – это кролик в красном вине. Вымачиваем, обжариваем с корнеплодами. Я сделаю максимально вкусно, я постараюсь. Я предлагаю взять кальмара, чтобы он был нечищенный, да, с хорошими такими ушами. Сандро Данилов. Получил профессию повара, но оказалось, что его широкой душе слишком мало места на кухне. Теперь занимается организацией банкетов и свадеб. Владеет двумя кейтеринговыми компаниями, а готовит исключительно для себя и любимых женщин, которые не могут устоять перед обаянием его креветок в сырно-сливочном соусе. Ты женат? Нет, пока что. То есть не можешь прямо на проекте и жениться? Проблем. На самом деле, я ребятам доверяю полностью по кухне, нашему шефу доверяю. У меня вопрос к тебе. Ты встречаешь гостя, какие ты ему слова говоришь? Вот, ты встречаешь гостя, вот ты официант стоишь. Как ты его встречаешь? А зачем, почему ты мне задаешь такие вопросы? Надо находить альтернативу. Это все наигранно и дешево смотрится. Зачем ты это делаешь? Ты ни хрена не понимаешь. У тебя нет ресторана. Ты вообще сюда пришел, ты долбаный шоу. Мне неинтересно с тобой общаться. Ну пусть это твое мнение. Я так понимаю, что она хочет, ну где-то перехватить какой-то момент там, чтобы на ней акцентировались камеры. Какое-то давление создала, крики, шум какой-то там, ор. Я сам по себе не конфликтный человек, но я вообще упертый. И если я не добьюсь своей цели, я не отступлю. Я еще раз говорю, мы или включаемся в работу, или мы не работаем. Мы говорим о работе, а ты говоришь ни о чем. Ты ни о чем говоришь. У тебя, мне кажется, что-то там другое, свое что-то. Я тебя не понимаю. Мы будем друг друга слышать, или мы будем... Ну и ты сейчас лично со мной объясняешь это? Вы не заметили, он когда что-то вот в команде, когда он что-то пытается сказать, он на меня поворачивается, и мне это в глаза говорит, потому что он знает мои эмоции. Вот он понял то, что я такая спичка. Вот, чувак, все. Пока Сандра и Олеся пытаются выяснить, кто в доме хозяин, остальные участники решили заняться полезным делом и проинспектировать кухню. Предыдущие дни показали, что для нормальной работы ресторана там многого не хватает. Печеные булочки. У меня вообще есть ключащие зала. Люди перехватили на себя кухню. Ребята согласны со мной, они с тобой, понимаешь? Мы командой работаем, а ты не хочешь нас слушать. Знаешь, я коалицию могу тоже создать. Мне это не нужно, мне это не надо вообще. Ты считаешь, я коалицию со сдала? Я хочу, чтобы мы... Я ждала тебя, честный соус. Я хочу, чтобы у нас была нормальная команда. С тобой никто не хочет разговаривать уже, понимаешь? Я не разговариваю знать. Ты даже меню закосячил. Вчера взял на себя эту инициативу. Я закосячил. Я говорю, не переходи на личности. Ты что делаешь? Очнись от дурмана вообще. Ты что со мной так разговаривать вообще? Ты сам очнись. Я тебе еще раз говорю, ты что со мной так разговаривать? По-другому с ним невозможно. Знаете, как это? Его надо его же оружием брать. Потому что вот он хавала открыл свое. И вот ему, он не услышит, если я ему начну как-то объяснять, что-то, какие-то факты, аргументы приводить и вообще как бы давай обсудить. Он не им пофигу, ему надо так же, чтобы он услышал. Вот я это и сделала как бы. Две креманки, но возможно где-то они еще есть взгляд. А где не могут? На баре это вообще пофигу. И посуда барная. Все-таки я не знаю, может нам сделать какие-то навесы, чтобы у нас посуда была на баре, чтобы можно было снимать коктейли, когда делать, да. Я вас послушаю, давайте, что вы там подготовили. Валерий Шевченко на повара не учился никогда. Но 8 лет назад случайно оказался на кухне. И там, у горячей плиты, нашел свое призвание. Гордиться тем, что очень быстро из ничего может приготовить первое, второе и компот. Какую позицию ты бы занял, у тебя было бы комфортно здесь вот, у шефа? Я взял бы, тебе поставил бы управляющим. Не вопрос. Мы решили, что вот я, Валера и Ира займутся кухней, а Андра и... Мы займем позицию зала. Да, хорошо. Напиши еще вот эти штуки. А, мельницы, точно для прикраски. Нет, вот эти штуки. Еще вот такие-то хорошо, знаешь, закрывалки и кейские прыг. Уберите, он нахренет меня, реально он в голову расшабул. Пока Сергей продолжает выводить из себя Кирилла, Саша и Сандро доехали до рынка. То ли свежий воздух, то ли сугубо мужская компания настроили Сандро на мирный лад. Смотри, мяты нам нужны. Мята мне не нравятся. Нам мята 100 грамм надо. А ей дико мята. Все, я возьму. О, по нему так пахнет. Как прям в огороде. Сегодня я вам представляю двух профессионалов. Это Георгий и Евгений. Ребята, они в ваших руках. А у остальных участников появилась возможность восполнить пробелы в образовании и поучиться искусству управления баром. Теперь берем ложечку. А нас так научите? Проходите. Находим на подбородке. Низ печка самая глубокая. Устанавливаем в это углубление ложку. Смотрим на самую верхнюю точку. Ложки? Да. И пытаемся ее сбалансировать. Такими ключевыми движениями. Держите. Держите. Держите ложку. Можете сама левой придерживать. Есть. Отлично. Между тем, вдали от соперников, Сандро и Саша совсем расслабились. И возвращаться в ресторан явно не спеша. Орехи будем брать здесь в Греции? Да, да, да. Есть украинский очень хороший орех. Пойдет, пойдет. Вот это пойдет. Замечательно. Для тех, кто давно увлекается флайрингом, можно попробовать и более сложные трюки, как жонглирование, например, тремя бутылками. У меня в учебном заведении были курсы флайринга и барменского искусства. Отлично. Коллега, проходите. Коллега. Ну, ну, вот она вот. Ну, вообще прикольно. Но сможем ли мы научиться, вот это тоже большой вопрос, потому что, ну, вот даже я что-то умею, да, то есть не сразу все получается, куда-то улетает бутылка постоянно не туда, еще что-то не туда. То есть нужна большая концентрация. Ребят, спасибо вам огромное. Наверное, мы с вами прощаемся. Спасибо. То, что показывали ребята, это уже, я считаю, высший пилотаж, и они это нарабатывали годами. К этому моменту Сандро и Саша тоже завершили свои дела на рынке и собрались ехать в ресторан. У нашей команды сегодня, я считаю, что мы из всех трех дней у нас был самый лучший знак. У нас все продукты были. Мы добились этого, чтобы у нас были все продукты. Что-то как-то вот полный... Скучно, да. Уважаемый, а можно радиоэнерджи? О, пацаны приехали. О, ребят. Продукты все есть, да? Да. Отлично, молодцы. Ну что, я смотрю, продукты привезли. Да. Так, бегом переодеваться. С этой минуты два часа пошло. Все понятно. Давайте, ребят. Давайте, давайте, бегом. Пока, быстро. Гоу, 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 гоу. Итак, третья команда настроена на победу. Однако остальных участников такой расклад не устраивает. Они собрались в зоне отдыха, чтобы обсудить, какие палки могут вставить в колеса конкурентов. Возьмем себе роли элементарных гостей, у кого что было. Да. И просто покажем все эти ситуации. Давайте сейчас обсудим. Да, это интересно. Давайте обсудим просто моменты. Ну, потому что сметать стаканы, это уже... Ну, да, да. Это уже не мавитон. Да, видимо, руки что-то перенервничали. На мой взгляд, было бы прикольно, да, сейчас никого не слушать, да, и на ужине проявить себя, как дико уважающиеся гости, очень интеллигентно зайдя туда, да, и придя так... Вот. Извините, пожалуйста. Вот у вас вот этот стаканчик. Ага. Сталкин, найдется? Прошу прощения. Понимаете, они сейчас ждут, у них накал, они ждут. Они последние, они последние, они ждут такого троши. Третья команда даже не подозревает о том, какие планы на вечер строят соперники и готовятся к серьезному бою. Ну, знаешь, в самом деле, многое можно не знать, согласись. Я сюда приехал, я вообще, блин, столько новых слов услышал, реально. Ну, я всегда говорю, что все, что мне непонятно, все где-то к матерям и приравнивается. На самом деле, нельзя все знать, согласись. Вы просто спорите ни о чем? Ну, сейчас мы придумаем, подковырки такие, они безобидные, но не запрекли, но... Вот, можно же... Так вот, давайте штурм устраиваем. Можно это сделать более интересным, без библиотеки, чем-то сделать. А ты знаешь, что тесто должно быть похоже на женскую грудь по ощущениям? Ну, я тебе отсюда, я тебе отсюда. А, тебе сравнить надо? Ну, конечно, я сейчас проверять его буду. Так что готовься. Наверное, самым неопытным, да, и каким-то менее полезным сегодня была Ира. Это порежь таким, знаешь, ну, не кубиком. Сильно, в словах-то что-то я не знаю. Ну, нет, надо показать. Окей. Эту в миску. Только аккуратно, липко. А я опять... Ну, ты старайся. Стараются импотенты, а мы наказываем. Ирина Худякова. Повар-любитель. Работает администратором в салоне красоты. А все свободное время тратит на кулинарные эксперименты, готовя для друзей. Уверена, что такие приправы, как любовь и вдохновение, с лихвой компенсируют недостаток профессионализма. Не чувствуешь себя... Слушайте, не чувствую, потому что в голове, на самом деле, очень много информации не хватает, немного опыта. Собственно, я за этим сюда и пришла. Окороти меня, пышнет луком. А вот то, что ты делаешь? А красота... Чем-то кроликом кидаешь? Базилий. Базилий? Тебе нужен базилий? А, да, мне он пригодится. Пучка хватит одного, да, я думаю? Кстати, стойте, я знаю, что можно сделать. Он подойдет кому-нибудь, если говорит, замените официанта. А давайте Аня будет решительно знакомиться. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Ребята какую-то такую ахинею несут в стремлении проявить себя как самого такого опытного умного. Мы должны сделать им подставы. Нет, мы должны сделать так, чтобы все было аккуратно. Мне настолько не хочется в этом участвовать. Мне настолько хочется, чтобы все хорошо и качественно работало. Александр Ерин. Самый молодой участник проекта. В 18 стал шеф-поваром одного из питерских ресторанов. За годы руководства людьми старше себя выработал командный голос. Набил руку и перестал вздрагивать, когда к нему обращаются по имени-отчеству. А зачем тебе проект? В принципе, ты уже как бы реализовался. Ну, я хочу прежде всего доказать себе, что я могу. Тем более, я тут, так понимаю, самый молодой, поэтому мне опять же интересно посоперничать. Это тоже для коктейля? Нет. Это будет сезаль в шоколаде. Сезаль в шоколаде? Welcome, да. Welcome. Разогреть аппетит так? Да, слегка. Сезаль в шоколаде? Это то, о чем я мечтал. Весь день. Отрезан. Человек у меня очень веселый, скорее всего. Я хотел посмотреть на него вечером, что он покажет. Олеся, как успехи? Нормально. Ребят, сколько у меня времени? Мне бокалы надо натереть. Полчаса максимум, 40 минут. Отлично. Давайте, ребят, все, финишная прямая. Ты можешь делать чашку кофе мне? Да, конечно. Семь мне чашку эспрессо, пожалуйста. Конечно. Олеся, позволите, я вас одену. Ты еще маленькая, худенькая. Солнце, ручнишок. Ручник на стэшне. Пройдись, я все столы протерлась, если ты не протерлась. Смесь, покажись. Веркнись, говорю, детка. Да, я такой. Все. Все, пошли. Олеся не мой тип женщины. Я люблю короткостриженных женщин. У них должен быть шикарный, темный, длинный волос. Он меня заводит. Должна быть худая. И аккуратненькие груды. Красиво. А это все не мое. Откуда ты собираешься воду наливать? О, Москва же. Я забыл, что я в Москве. Это у меня дома родниковая просто. Ну что, ты в ресторане? А здесь у нас есть горная вода. Они могут создать успешный бизнес с нуля всего за два месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. С каждым днем их будет все меньше. За восемь недель ресторан заработает несколько миллионов рублей. Но все эти деньги в финале заберет один. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была презентация, которая все мои ожидания превзошла. Потому что мы, во-первых, придумали приколы разные. Моя роль была как бы скромника. Ну, я... Был сценарий, что мы пришли с женой в ресторан, всучили в руку этот бокал с этим зеленым каким-то пойлом непонятным. А что это? Это офисалий шоколаде. О, офисалий. А мы потом сможем горячее есть? Конечно. Ну, и мы сами пошли, плюхнулись за стол, и официант от нас ушел. Ну, то есть там просто такая вообще... Такой квартдак был. Никто не встречает? Я сам прохожу, сажусь. Простите, добрый вечер. Здрасте. Пожалуйста, коктейль от заведения. И вот такой вот комплимент. Так, ну, можете попробовать. Это будет сезаль и шоколаде. Сезаль и шоколаде. С шоколадом, да. Это то, о чем я мечтал. Весь день. Меню? Наше сегодняшнее. Еще одно ровно. Я вас провожу. А, ну давай, проводи меня. Проходите. Здрасте. Это, конечно, хорошо положил на стол. Добрый вечер еще раз, уважаемые гости. Мы приветствуем вас в нашем заведении. Реальная кухня. Аня выполняла роль девушки, которая пришла и с первого взгляда влюбилась в официант. Да, ну и начала, естественно, к нему приставать. Ну, он старался не вестись, как бы, но ходил весь красный, как бы. Это было круто. Не жена? Пока нет. Пока нет? Отлично. Ой, знаете, так приятно, ребят. Ведите себя в руках. Ну вот это вот, конечно, интересно. Сандро, почему у них пармезан на салате, а у меня нет? Сейчас, секунду. Ну, а ты сейчас, секунду, вот, я посмотри. Нет никакого пармезана, а другим людям, я смотрю, подали с пармезаном. Салат еще один, ребят. Салат не нужен. Один салат, дайте мне, где он? Еще салат. Саш, какого размера пармезан строгать? Какого размера пармезан строгать? Да. Слушай, ну, вот как сможешь, так и настрогай. Папа Карло тоже буратино как-то настрогал же. Слушай, это самое, это что заказали, один салат? Нет, нет, все. Не, мне уже не надо. Я уже попробовала, она уже сухая. Поэтому можно... Я извиняюсь, мы включать счет, не будем от стола. Спасибо. Извините. И второй салат, берите, пожалуйста, со стола, я один. Ну, вы можете уточнить? Моя девушка заказала сначала, она просто хочет сначала десерт. И чай, а он? Все нормально. Выдохни. Симпатию Кириллу, да, я почувствовала с момента, когда мы встали на кухню. И держусь за него вообще просто ужас какой-то. И поэтому вот Кирилл сейчас, да, мне стал ближе, наверное, чем мой муж. Еще хотела, знаете, что хотела передать? Привет мужу. Вот. Я здесь уже 4 дня. И я просто, я не понимаю, короче... Я не понимаю, почему я неужели его так сильно достала, что за 4 дня он мне даже вообще ни разу не позвонил. И когда я ему звоню, он наберет трубку или у него выключит это. Я говорю, привет тебе большой. Все нормально. Чай зеленый, десерт, потом запуска. Да, да, ну потом все по порядку, на горячую тушеную кровь. Молодой человек, а вот просто вопросик. Почему у меня шерсть в стакане? Вы как пыль не тратите. Да, или корову. Прости. Я понял. Это свежевыжатый фреш. Я понял, хорошо. Можно, пожалуйста, новое сделать, если у вас нет. Да, хорошо. Хоть он наш дорогой друг из Сочи, но обслуживание прям вот такое московское. Прям вот так, что надо, как надо. Прям приехал свой в своей тарелке. Не, не, сейчас, я все сдерзаю сейчас. Кто-то подряд, сейчас. Ва, отвратительно. Вот. Ну, натянутые улыбки. Блюда, ну, что там, какие-то переготовленные. Где-то, ну, очень много ошибок. Я надеялся на то, что третий день, третий шанс, то, что все будет отлично, а не все полностью прям в лужу все будет. Как вам суп? Как приличный. Меня радует. Единственная гость в нашем заведении, который доставляет удовольствие. Можете девочку поднять? Сандро, да, он такой человек, он наглый, он до девчонок докапывается постоянно. То есть ему нужно было сделать так, чтобы он получил по заслугам. Разрежьте, пожалуйста, я просто... Боится не справиться? Да. Я попросил бы вас... Что-то не так? Или что-то с кальмаром? Нет, кальмар прекрасный, нежный. Он подходит там чуть-чуть, я его он за попу. По руке погладил. Если бы он был такой, каким он сейчас здесь показывает, он бы подыграл. То есть он бы дал себя потрогать. А тут он, ну действительно, он показал свое лицо. Да. Леся, выноси, детка, суп. Вилюте. Люди себя позиционировали как профессионалы, а получилось совсем наоборот. Мандраж, суета и отвратительная кухня. Итак, шеф, все-таки хочется от тебя какую-то речь, да? Изначально была задумка такая, что это европейское направление и фьюжн как бы... Представляю себе страну в Европе, где могли бы подать вот такое блюдо, сказав, что это фьюжн. Никто никогда в жизни за это деньги не даст. Никогда, в страшном сне. Особенно удивил вот этот вот кальмар, которого мы прозвали чужой. Ну как будто реально откуда-то сверху упал кальмар, и внутренности его пошли наружу. Скажите, а кто делал кальмара? Кто все-таки победитель? Ты делал кальмара. Понятно. Ну как кальмар, на самом деле, готовился первый раз в жизни вообще, он был просто создан вот так вот. То есть мы завтра откроем ресторан, придут люди, которые будут платить деньги, и я им скажу, вы знаете, мы это вообще готовили первый раз в жизни. Это нереально. Нет, на самом деле, когда открывается ресторан, все блюда прорабатываются. Все блюда прорабатываются. У нас такой возможности не было. Кальмар был просто вонючим и съедобным до такой степени, что его просто вот... Даже вот я не смогла его даже попробовать. Я понюхала его, и я не смогла в рот взять этот кусок. Мы пытались все-таки вам два дня показать, что бывает, конечно, шиндец, но он шиндец два дня. Но сегодня мы увидели, что можно сделать еще круче. То есть пошло дальше. И Женя первая задаст вам вопрос. Я просто хочу задать вопрос поварам. Вы сами, когда готовите, вы пробуете то, что вы готовите? Я кролика попробовал, когда ужин закончился, на самом деле, и мне кролик понравился. Единственное, что я его немножко передержал, немножко, потому что отвлекся, и он жил на плитке своей жизни, там, где-то лишние 15 минут. Нет, ну, все было клево в бане, встретили очень хорошо. Встретили, знаешь, я тебе могу сказать, это называется банкетный зал. Город не буду называть, не хочу обижать город. Я вообще вряд ли представляю в страшном сне, чтобы я зашел в ресторан, и мне на входе всучили какой-то коктейль зеленого цвета, а в другую руку розовый лист. Вообще, это напоминает мне свадьбу индусов, но, наверное, больше похороны. Мне очень понравилось, как Арам отнесся к комплименту. Гость заходит в зал, его угощаешь. Попробовал, поставил и пошел. Куда вы пошли? Куда вы понесли это все? Я в такую просто пришел, в такую растерянность. Я бы в Хабаровске тоже испугалась, если бы меня так встретили. Но я не знаю, какие у вас в Москве тут приколы. Да, что здесь? Куда у вас тут за соусом ждали? Ну, посмеялись немножко, хорошо. Ребята, мне повезло, что есть прекрасная горная вода Архыз. Сегодня я ужинаю водой. Вот, вторая бутылка пошла. Моя спутница поднимала не раз руку, но ее никто, к сожалению, не видел. Ну, в общем, сервис ужасный. Почему вы про нас забыли? Давайте Сандро ответит на этот вопрос. Да, да, вот отлично. Пусть Сандро ответит на этот вопрос. Он же нас посадил за столик, как бы он ответственный был. Почему ты не продолжал нас дальше обслуживать? Просто, просто убегаешь от нашего столика, а потом от другого столика. Что это? Была какая-то договоренность, да, у нас о том, что по меню у нас начнутся, пойдет отдача, да? Мы только должны уточнить, как у нас будет горячее, да? Сегодня он растерялся. Может быть, он пытался, да, там, и на кухне что-то там подсказать, помочь, там, и в зале, да, то есть, но все пошло не так. Кто был ответственный за распечатывание меню и допустил столько драматических ошибок? Вот кто лично этим занимался? И почему команда потом, когда это меню видела, мне эти ошибки не выявили? Вот это что за пустота здесь, я не пойму. Вот это что за пустота? Подожди. Почему здесь столько места, а здесь столько? Пустота смотришь сюда, а не на итог, когда будет итоговое меню. Ты посмотри, что он сделал. Это не итоговое меню. Хорошо, давай. Это не фишка, это просто армянский шип? Это фишка или это не фишка? Просто я так не лажь, что-то... Асандро сказал, все нормально. Подожди, о чем ты говоришь? Давайте не будем сейчас вот это вот... Давайте потом. Это мое было видение, да, оформление меню. Понятно. Итак, ребята, значит, главный вопрос у меня риторический, после которого я начинаю выступать, да, потому что сейчас выступление касается всех. Вы когда-нибудь вообще в ресторанах бывали? У меня ощущение, что вам всем безумно стыдно за то, что вы сделали. То есть коллективный труд, который, ну, просто каждый из вас просто обделался по полной программе. Я, например, в каждом из нашего шоу вижу противника, которого нужно гасить. Гасить, гасить и гасить. Который день вы не можете пронумеровать столы, который день вы не можете нормально сформировать заказ с номером стола. Я же говорю, никогда в жизни этого не делали, что ли? Вы понимаете, что вы сначала до конца сами себя загнали в угол своей концепции фьюжн? Мне действительно очень стало стыдно и за себя, и за Валеру, и за Иру, и за ребят. Саш, ты самый молодой шеф в истории современности. Это продать возможно? А чего ты смотрел там? Мы бы вышли и бы сразу сказали, ребята, ужина нет. Да, ужина нет, потому что ни одно из этих блюд невозможно продавать. К сожалению, из вашего меню мы ничего взять не можем. Сейчас надо будет нам сломать голову, все вместе сесть, уже посыпать его какой раз пеплом, и думать, что мы можем завтра сделать. Потому что уже остается меньше суток. Итак, ваша команда сейчас отправляется переодеваться, усаживаться в зону отдыха и ждать меня. Вперед! Всех отправить в сад надо по-хорошему. Ну, потому что, ну, косяк на косяке. Косяком погоняет. Ну что, вы видели сами, этот вечер был кошмарным. Я не знаю, кто и какие оправдания найдет, высказывая свое мнение, но условия нашего шоу таковы, что каждый из вас должен выйти и назвать самого слабого члена вашей команды. Сандро, это Валера. Два блюда провальных, я не знаю, для меня я в шоке. Я однозначно против Валеры, потому что вот это му, оно до добра не доведет никогда. Сегодня я голосую против Сандро, потому что из часа, который ты должен был нам помогать, на кухне я видел тебя минут 10. Это не очень по командованию. Сандро! А куда наш Шурик делся, а? Я не понимаю, зачем Сандро к нам навязался на целый час, а накрыть квадратный стол зеркалом с лепестками и зеленой жижей, ну это, ну, у меня просто вот слов нет. Сандро, я считаю тебя самым слабым звеном нашей команды. Ты нас потопил. Ты должен был час помогать на кухне ребятам, час помогать мне в зале, а ты готовил один только велкам, на это у тебя уже по два часа. И в зале он тоже проявил себя хреново, очень даже хреново. И, следовательно, за ним утонула и я. Я считаю, что самым слабым звеном в нашей команде была Ира, потому что на кухне действительно надо четко, ну, понимать, что делать, зачем, последовательность. Ну, с точки зрения конкуренции, как бы, конечно, я бы Ира убрал, потому что Сандро сам себя съест рано или поздно. Я голосовываю против Сандро. Мне казалось, что он мешает, как-то не поддерживает нас в обсуждении, в подготовке к всему мероприятию. Они, видите, как просто решили, ну, слить меня и все, избавиться от меня. Они решили, что это вообще с ними, с них всю проблему. И даже если меня не будет, сложностей будет очень много у них. Первый раз, наверное, я с командой не согласен. Потому что при той нетерпимости вашей Сандро, который в целом, наверное, заслужил, мне поразительно, что каждый из вас все-таки, сделав такую кучу ошибок, да, называет его самым слабым, практически единогласно. Те голоса, которые вы сегодня отдали, показывают вашу личную неприязнь. Ничего профессионального в этом я не вижу. Он сам нас так настроил на себя. Сам. Личная неприязнь. Ну, конечно, ребята, личная неприязнь, неумение слушать его, он тоже не умеет нас слушать. Все это в совокупности, да, именно это все нас погудило голосовать против него. Чего вы на меня напали? Да потому что ты дебил. Я с этим не согласен, поэтому буду выбирать там, в зале. Кто из вас пяти останется, а кто покинет проект? Я ждал, что такая ситуация будет, потому что всей бандой сделали такую калицу против меня. И они уже, когда готовили, они не думали о том, что они могут напортачить. Они до последнего были уверены в своей победе, что они сломают меня и тем самым заработают себе какие-то такие плюсики. К сожалению, очень много людей, которые, ну, несерьезно подходят к тому, что здесь происходит. И от этих людей будем избавляться. Итак, в этот раз команда назвала троих. Я прошу выйти Сандро, Иру, Валеру. Все пять направлений провалили. И отвечать за это будет вся команда. Поэтому я прошу Александр и Олеся. Шеф вызвал всех пятерых к себе на ковер. Ну, до этого выходили только те, ну, кого номинировали. А сегодня вышли все. Ну, то есть он показал, что что они никто. Я довольна из этого? Я вообще доволен. Кто из членов команды будет расплачиваться за сокрушительный провал и покинет проект уже сегодня? Узнаем прямо сейчас. Я сделал свой выбор. Я считаю, что человек, у которого нет никаких шансов выиграть это шоу и который сейчас покинет проект, проект покидает Ира. А вам, друзья мои, я хочу сказать, что никакой вашей заслуги в этом нет. Вы могли бы все вместе в целом покинуть проект. Я сделал бы этот ресторан без вас. Ну, покинуть должен один, поэтому это Ира. Ну, Ира, конечно, да, не руководитель и уж никакой там не повар. Я просто не умею одновременно говорить и плакать. Ну, естественно, для меня так, первый опыт, это непривычная эта обстановка, но я первое в жизни вообще на кухне, в ресторане работала. И так, по результатам работы трех команд за три дня концепция ресторана так и не была найдена. В итоге свое видение нового заведения предложил сам шеф. Ресторан реальная кухня, а внизу просто и вкусно. Два слова, которые должны как бы людям сказать, ну, что нет претензий на то, что здесь будут какие-то реверансы. Понимаете, это вот концепция, в моем понимании первая концепция, потому что здесь будет 101-я концепция потом в итоге. Но первая концепция, исходя вот из группы инвалидов, да, которую я вижу, то может быть только такая. Как он сказал, так и должно быть. И хотя бы и это должно хоть как-то показать нам, как образовывается команда. Потому что все вот эти раздробления, это как в феодальной Италии, в тысячи региончиков и каждый ни к чему хорошему это никак показали эти парочку дней не приводит. Завтра утром я скажу вам, кому какую роль я уготовил. Но сегодня это останется для вас тайной. Пока остальные участники, получив разнос от шефа, пошли отдыхать и думать о том, что же их ждет завтра, Сандро и Валера решили выяснить отношения. Я не буду лезть, если они хотят грызться, пускай грызутся. А потом уже кто останется, вот с тем уже, если надо будет строить работу. А вы нашли, что? Если я буду болтать, надо меня слить сразу? Я тоже сливал твое отношение к человечеству, понимаешь? Я манья не лечит, за что надо? Ты полагал против меня и плюс твой голос, почему ты поменял мнение и взял счет, и в чем убедать? И вот, вас, баранов, говорит, вот тебя, а здесь, в основном. Иди за то, сна. Стой, иди сюда. Зачем ты неуважения проехать? Иди сюда. Я навожусь, а я хочу. Все, давай, глянь. Просто не хочу принимать участие в дебатах, которые вообще не имеют смысла. Когда человек не беспочвенно какие-то там моменты мелочные из них раздувают. Итак, еще один день на реальной кухне закончен. И еще один участник покидает проект. Теперь за главный приз продолжат бороться уже 12 человек. Вот, собственно, и все. Герудя, куда ты собралась? Она мне симпатична, она мне приятна, и я буду с ней в дальнейшем общаться после проекта. Вообще, интересная девочка. Вы что, издеваетесь, что ли? С каждым днем все круче и круче. Какие яичницы плачут за сетки? Совсем умрую. Десятка за яичницу. Делаем мы яичницу. Вы не доели. Все, не съешь. До свидания. Ты что, издеваешься? Давайте, убирайте. У вас есть 20 секунд на то, чтобы объяснить ситуацию. Ну, я на тебе время убила, неумеренно, понимаешь? Выбисли просто. Надо меньше говорить и больше работать. Вы узко смотрите на весе. Сегодня наименьшее количество баллов набрала. Я лично вам до 100 тысяч отец и не могу. Это странно. Если балаган сгорит, это не повод, чтобы мне звонить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова